Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Чуть больше двух лет назад в начале пандемии познакомилась по интернету с парнем, друг другу понравились и общались долго, но встретиться не могли, так как я временно жила в другом городе. Где-то через четыре месяца я вернулась в свой город, он предлагал встретиться, но я всячески увиливала, так как набрала вес и мне было неловко перед ним появляться в таком виде. Позже причину мы объяснили, объяснил и он терпеливо стал ждать. Но общение это не сказалось, мы общались, обменивались мемами, делились с проблемами, иногда переписка была более интимного характера. В общем, так и прошли эти два года. Мы до сих пор с ним не увиделись, как минимум потому, что я так и не похудела, поймала депрессию, набрала вес еще больше. Только недавно я смогла взять себя в руки, начать начала правильно пытаться, пошла в зал, но это отдельная история. Суть в том, что этот самый парень мне очень сильно помогал все это время, и деньгами, и морально. Он стал мне самым близким человеком, был в курсе моих проблем, истерик и всякое такое. Но на встречу он не настаивает, и на вопрос о будущем говорит, что это типа с удовольствием будут твоим мужем и отцом твоих детей лет через пять. Но кто знает, может мне завтра кирпич на голову упадет, и что толку с моих планов. Хи-хи-хи, ха-ха. А я точно убедилась, что не хочу с ним отношений по ряду причин. Я чувствую себя мрадью, использующей хорошего человека, но я не понимаю, что мне делать. Я не хочу и боюсь потерять его совсем, но я не знаю, как ему обозначить, что отношения с ним я не хочу. Я не хочу, чтобы он не ходил из моей жизни, но, наверное, он уйдет, когда я с ним объяснился. Я не знаю, что говорить и делать. Помогите, пожалуйста. Вообще, у меня, честно говоря, сложилось вот такое впечатление, что вы как-то под эмоциональным давлением. Вот это, собственно, напишите. То есть, у меня сложилось такое впечатление, что вы под достаточно сильным эмоциональным давлением оказались прямо сейчас. И, собственно говоря, из этого состояния вы пишете нам. Я только, если честно, я не очень понял, с чем связано такое состояние ваше. Откуда оно было? Что изменилось сейчас? Почему нельзя оставить, например, все как есть, если парень не настаивает на... Ну, сближение, скажем так, да, если парень не настаивает на встречу, то что мешает вам, в общем-то, оставить все как есть, для меня загадка в данном случае. Поэтому, первое, на что бы я обратил, это на причину вашего, ну, как вы сами описали, суммура, да? То есть, вот, в чем, что случилось сейчас. Что конкретно произошло. Это первый момент. Второй момент, на который хочется обратить ваше внимание. Второй момент. Это момент, связанный в целом с... Тем, что у вас, судя по всему, есть нарушение пищевого поведения. Вот. Что само по себе... Не является критичным и фатальным, конечно же. Но... Довольно серьезным... Является то, что за этим стоит. А вот на это, как раз-таки, вы внимание, как будто бы особенное и не обращаете. А это очень важно. Очень важно, что стоит за нарушением вашего пищевого поведения. Почему у вас, к примеру, случаются истерики, о которых вы пишете? Почему, к примеру, вы говорите, например, что... У вас есть депрессия. То есть, как бы... Это, в общем и целом, довольно серьезный диагноз, если это действительно так. Вам нужно лечение и так далее. Вот. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что человек вам помогает. И стал вам за это время самым близким человеком. И вы чувствуете себя не очень хорошо из-за того, что вы используете его. Здесь есть ряд аспектов. Первый аспект заключается в том, что... Ну, вообще-то говоря... Есть выбор каждого. Делать что-то для другого. Иными словами, если молодой человек вам помогает, то это в первую очередь, наверное, все-таки его ответственность. Но никак-никак не ваш. Потому что... Помогать или не помогать может решать только он. И больше никто. Поэтому вы, как бы, здесь, за это, на мой взгляд, отвечаете, ну, постольку-постольку, как минимум. То есть, по моему мнению, вы здесь берете на себя слишком много. То есть, вы берете на себя, как бы, ответственно за другого человека. Вот. Это проблематика личных границ, которую нужно решать. Кстати, именно из-за... Так скажем... Из-за нарушения личных границ, вы, скорее всего, воспитываете трудности с... 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 Пищевым поведением. Потому что, ну... ...э... Как бы логично, на мой взгляд, что если бы у вас все было в порядке, да, с пищевым поведением, то, значит, проблем с личной границей у вас тоже не было. Вот, хотя, может быть, вы связи в этом и не видите. Вот, поэтому тут такой момент. С другой стороны, проблема личной границ проявляется еще и в том, также, что вы, очевидно, нуждаетесь в помощи и поддержке человек, что говорит о том, что, скорее всего, вы взваливаете, именно конкретно взваливаете на себя, слишком много, что-то, что вам, ну вот, никак не по плечу. То есть, тут вот есть такой очень важный момент, на который необходимо обратить ваше внимание. это важный момент, серьезный момент, понимаете, да? И получается, что внешне человека вы вроде как используете. с этим действительно, ну, в какой-то степени сложно спорить. Но, во-первых, есть выбор человека самому действовать и поступать так, как он хочет. с одной стороны, с другой стороны, есть ваши потребности, есть ваше определенное состояние, в котором вы не чувствуете себя хорошо, которое вы пытаетесь, ну, вот, как-то поправить, да, то есть, пытаетесь оставаться в равновесии за счет этого человека. Вот. И это нормально и естественно, то, что вы делаете в этом. Нет ничего, ну, плохого в том, что вы хотите, там, как-то вот, себя поддерживать. Но, до тех пор, пока вы придерживаетесь такой модели поведения, у вас, ну, действительно будут проблемы. Вы действительно будете в той или иной степени зависеть от мужчины, вы действительно будете бояться, что он уйдет, потому что вместе с ним вы потеряете возможность решать для себя те трудности, которые у вас есть. Поэтому нужно эти трудности, как бы, выделить и начать с ними работать. Вот. Ну, например. 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 Вероятно, вы со мной не согласитесь, но мне из вашего текста показалось, что вы не хотите с ним отношений, я имею в виду отношений, значит, с мужчиной. вы не хотите именно по той причине, что вам кажется, кажется, будто человек для вас слишком хорош. И... Вы же не объясняете, вот вы не говорите еще, вы просто говорите, что в порядке причин, я не хочу с ним больше отношений. Что это за причины? Вы не раскрываете. Вот вы пишите, что не встречались с ним из-за того, что не хотели заказываться ему там, ну, набравший вес. Это проблема самооценки. И скорее всего за это время, проблема самооценки ваша. Никуда-никуда не дели. Никуда не исчезли. Они не ушли. Эти проблемы. Понимаете, какая здесь штука происходит? И эти проблемы вам нужно решать. Потому что... Иначе вы в целом отношения не сможете выстраивать. Да? Вот. Поэтому... Поэтому... Да, еще момент. Вы пишете про интимную переписку. Вот. И, безусловно... Это абсолютно нормально и естественно, но... То, как... Вот то, как вы об этом пишете... Ну, это вот немножечко смешает. То есть, вот это восемнадцать плюс. То есть, тут вот есть... У меня лично появилось... Такое ощущение, что... Вы как будто бы себя не чувствуете взрослым. Вот. А не чувствуете себя взрослым не в плане того, что... Вы не... Ну, не делаете каких-то... Каких-то... Каких-то вещей. А... У меня появилось ощущение, что... Что вы... Не чувствуете себя взрослым в плане того, что не чувствуете, ну, свою... Свою силу, свою самостоятельность. Вот. То есть, как будто бы вот... А... Вы... Не чувствуете себя в безопасности. Это тоже очень важный момент. Тут тревожность. Тревожность хорошо вкладывается в... Мотивацию переедать и так далее. Вот вы говорите, что вы взяли себя в руки. Не брать себя в руки без работы над причинами этого состояния не имеет особого смысла. Вот. Будет еще больше просто напряжение и все. Вот. И опять же, здесь есть противоречие, зачем вы, получается, на... Ну, взяли себя в руки, да. Для чего вы взяли себя в руки, если вы не собираетесь в отношении... Ну, вступать в отношения с мужчиной. Вот. То есть, тут, понимаете, нужно сначала вообще с вашей позиции... Ваши позиции увидеть. С приоритетами разобраться. С отношением к... Молодому человеку, к себе разобраться. Все это нужно как-то вот... Ну, в единую картинку привести, а дальше смотреть, что же все заключается. Все заключается. Проблема. Проблема. Вот. На мой взгляд, вы просто сближаться боитесь. Опять-таки, из-за личных границ, которых... Которые вот у вас... У вас не... Ну, не проставлены, скажем так. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи.